Слава 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 Что сначала появился родильный дом или первый ребенок? Человек выжил в родах без родильного дома Так Потом это человек которого родили построил родильный дом Где еще рождались очень много людей А кстати сколько детей разрешено иметь россиянам по российскому законодательству? Ну вообще наверное сколько угодно Три это считается многодетная семья А где-то может быть этажей пять Допустим в Ангушетии Допустим там Если какие-то родители хотят сделать что-то бесплатное Например в школе попарковаться где-то бесплатно или покушать То нужно для этого четыре ребенка То есть такие хитрые родители? Ну Это решил Путин Сколько лет женщина может родить ребенка? И мужчина Первый ребенок от двадцати до тридцати Второй ребенок от двадцати пяти до тридцати пяти А третий ребенок от тридцати до сорока А вот например если четвертый ребенок? Ну то же самое по десять прибавлять Ну до скольки тогда женщина может рожать детей? От двадцати до пятидесяти Все А что дальше? Пенсия Кто такие акушеры, Матвейд? У меня несколько вариантов Первый вариант это директоры Или какая-нибудь там башня Это второй вариант Третий вариант это какой-нибудь там президент в какой-то стране так называется Или какой-нибудь там хороший кубок там или кружка У тебя вообще гигантское количество вариантов я смотрю Как акушеры помогают детям рождаться? Ну они садятся в специальную машину и проводят полоской по маминому животу Так И получается адрес Потом доктора вот так вот раскрывают, достают ребенка А обратно все пришивают и дают отцу И что отец после этого говорит? Наш малыш Тимофей, рассказывай, что такое масленица? Масленица это когда все люди на кухне, на сковородке пекут блины И потом их едят У вас какого размера сковородки дома? Среднего Это последний день, когда можно есть сосиски Если после масленицы сразу нельзя есть сосиски, когда можно потом начинать опять есть сосиски? После какого праздника? После 19 марта А 19 марта какой праздник? Ну и день рождения Скажи мне, сколько можно человек съесть блинов на масленицу? Ну примерно 5-6 точно С чем блины? Бывает, я люблю с вареньем клубничным, мариновым А еще я люблю со сметаной А не любишь сметанкой, а сверху вареньцем завернуть, чтобы холодненькая сметанка, кисленькая, а внутри вареньца такой с ягодками, а сверху блин такой, с него маслица капает Любишь так? Нет, я просто не пробовал так Еще, как это делают? Вот когда попробуешь, вспомни, кто тебе это посоветовал Хорошо, попробую, обязательно На этой неделе Не забудь Хорошо Обязательно попробуй Только ни в коем случае не забудь, чтобы сначала сметана, потом варенье Хорошо Попробуешь? Да, попробую обязательно Давай обязательно попробуй блин, там варенье Мне уже не терпится попробовать Да, обязательно попробуй там, чтобы был блин, варенье, сметанка И там еще можно блин тоже один, да? Попробуешь? Бутерброд Вот-вот-вот, попробуешь так? Да, попробую, обязательно Последний вопрос, что ты должен попробовать на этой неделе? Блин с вареньем и сметаной И еще одним блином, как бутерброд. Вот такое вкусное, чтобы было. И чайком горячим запить, да? Точнее молоком. Молочком запьешь. Еще раз, давай перечислим все, что ты должен попробовать. Это один блин со сметаной и вареньем, два блина еще и с молочком. Что такое выражение означает «поехать к теще на блины»? Поехать к бабушке на блины. Молодец. Кто называет твою бабушку тещей? Никто. Даже папа? Даже папа. А мамину маму как папа называет? Валентина Ивановна. То есть он не называет ее «эй, теща, собирай на стол». Такого не было? Нет. Она ему говорит «счастья ухватом-то промежсопаток-то как засажу». Не было такого? Не. А он кричит «Валентина Ивановна, лови нож!» Не было такого? Нет. Она ему говорит «смотри, как я его крышкой отбила, держи кастетом по голове». Нет. У вас не было такого? Нет. Ладно. Такого слова вообще не существует. Не существует слово «теща»? Нет. В русском такого слова нет. Значит, его не существует. Знаешь что? Ты подойди как-нибудь к своей бабушке, пока папа не слышит, и скажи, бабушка, представляешь, тещи-то оказывается не существует. Что такое «прощенное воскресенье»? «Прощенное воскресенье» должны люди друг другу прощения просить, даже если не знаешь, за что ты обидел человек, но все равно должны за что-то прощение просить. А можно, если тебе не за что просить прощения, выдумать какую-то плохую вещь и попросить за нее прощения, даже если этого не было? Можно, если человек этого не знает и не помнит уже. Ты будешь у кого-нибудь просить прощения? Угу. Вот у нас есть уникальная возможность посмотреть сейчас камеру тебе и попросить прощения. Я хочу попросить прощения у всех жителей Земли, если я их обидел. Слава, подожди секунду, ты не Ким Чен Ын, подожди. Я хочу попросить прощения у всех жителей Земли, кроме тех, кто со мной не дружит и с кем я не хотел дружить. Ну, в общем, тех, кого ты ненавидишь. Угу. А у всех остальных ты просишь прощения. Угу. Вот, Слава, это и есть милосердие, о чем ты сейчас говоришь. А родители могут просить у детей прощения? Да, могут. Как ты думаешь, в этом году за что мама попросит у тебя прощения? Ну, за то, что она меня, например, била. Орала на меня. Угу. Издевалась над мной. Говори не очень быстро, потому что Павел Астахов записывается сейчас. Простишь ты маму, вот если мама у тебя попросит за это прощение? Да. Как лучше, когда мама просит прощения, просто так стоит или стоит на коленях перед тобой? На коленях. Ну, конечно, хорошо. Умоляет. Умоляет. Ну, как тебе шоу лучше всех? Хорошо. Ты бы могла пойти на шоу лучше всех, показывать свои скрытые таланты? У меня два скрытых таланта. Это быстро считать в уме и превращать всех людей в армян. Ну, давай мы начнем с первого. 263 умножить на 18. 600 тысячи пять. 7448 умножить на 211. 211. 600 тысяч миллионов. Знаешь, что меня вот поражает твои особенности? Ты даже не думаешь. Ты прям сразу называешь число. Ты что-то умеешь делать то, что не умеют другие дети? Ну, я Дональд Трамп. Ты умеешь показывать Дональда Трампа президента США? Да. Скажи что-нибудь, как Дональд Трамп. Hello. Вылитый. Давай, как будто бы ты только что узнал, что ты выиграл президентские выборы. Ура! Я президент США! Вылитый. Переходим ко второму умению. Пожалуйста, преврати всех людей в армян. Ты будешь всех за... Кто нас смотрит, тоже превратишь? Только назови фамилию. Пожалуйста, Ургант. Ургантян. Ну-ка, попробуй Галкин. Галгантян. Попробуй Путин. Путиня. И я. Видишь, не превращается. Не работает. Не совсем, вернее, работает твое умение. Ну, давай, что умеешь делать? Я очень хорошо запоминаю музыкальные инструменты с разными названиями. Например, как лютня, тамбурин, бандерита, гитарила, бандурея, дусяини, стратокасси, терминвокс, ситрун, вакропука, пипа, отоматон, ханг. А пипа-то что за инструмент? А пипа... А пипа... Давай вспоминаем. Пипа, духовой, смычковый или щипковый инструмент? У меня щипковый точно нет. Нет. Это не гитар. Точно знаешь? Я не знаю, честно. Значит, я тоже забыл. Я играл когда-то на пипе, но очень давно. А что, подожди, мы что-то пропустили. А, систру мы пропустили. Систру? Систрум — это специальный священный инструмент. Ну, естественно. Чтобы убирать из помещения чертиков. Тогда смотри, наверное, на этом инструменте на лучше всех играть нельзя, а то ведущий может улететь. Ладно. На этой неделе состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина, президента России, и президента Америки, будущего, Дональда Трампа. Вот телефона у меня нет, у меня есть калькулятор. Поговори, как будто бы ты сейчас будешь разговаривать с Владимиром Путиным. Давай. Владимир Владимирович Путин, я теперь президент США. Будем дружить вместе. Что отвечает? Что он согласен. У меня есть грузинский барабан, и при его помощи я хорошо изучаю таблицу умножения. Два на два, четыре. Два на три, шесть. Два на четыре, восемь. Два на пять, десять. А если я играю на мальдивском барабане, ну, вот это мальдивский барабан, то у меня результат получается другой. Неправильный. Ну-ка, давай. Два на два, десять. Два на три, восемь. Ну, я же говорила. Знаешь, какой у тебя талант? Какой? Барабаны продавать. Скажи мне, а как в семье отреагировали мама, папа, когда узнали, что ты можешь перевоплощаться от Дональда Трампа? Хорошо. Что папа попросил первое? Машину. Ну, естественно. А мама? Который суп наливает. Огромная такая ложка. Половник. Половник, я так понимаю. Какие у вас все-таки у твоих родителей разные, конечно, запросы. Ну, вообще, я умею играть на гитаре, как Карлос Сантана. Даже Карлос Сантана в девять лет не умел играть, как Карлос Сантана. У тебя гитара есть? Угу. Давай, доставай. Смотри, гитара, как у Карлоса Сантана. Ну, у него, я видела, не такая гитара. У него всегда электронная гитара. Ну, у него была такая гитара. Когда он в колонии еще сидел. Давай. Давай, Карлос. Что, Максим? Неудобно тебе, неловко? Завидно тебе? Видишь как? Можем. Все, Слав, не позорься, иди. Во-первых, как называется праздник, который мы празднуем 4 ноября? Давай. День народного единства. Вот я хочу с тобой об этом подробно поговорить. Что это такое за праздник? В этот день идут к памятнику на Красной площади и кладут цветы Мининому и пожарному памятнику. Даже Путин с Медведевым тогда идут и гуляют. Там поют песни «Джингл Бэллс», как бы не было зимы о медведях песни. Мы отвечаем победу, когда на наш рум. В России напали поляки. И нас спасли Кузьма Минин и пожарен Алексей. Это имя Минин и пожарский. А это имена, а фамилия? Это имя и фамилия. Одновременно имя и фамилия? Да. Как Тимати? Да. День народного единства – это когда все города России объединились и отвоевали землю от польцев. Городами кто-то руководил? Были герои этого праздника? Были. Ну, кто они? Михалков, еще какой-то, по-моему, Саша. Михалков и Саша, они вдвоем все это и провернули? Да. Ну, расскажи мне, пожалуйста, про Минина и про пожарского. Расскажи про этих людей чуть подробнее. Они несли икону и поклялись, если они выиграют, если они выиграют, то тогда они построят храм. Вот это вот, иконской матери. Они участвовали в войне, чтобы спасти Москву. И поэтому они спасли от нас, от африканцев. А напомни мне, в каком году африканцы нападали на Москву? В 2005 году. В 2005 год. Смотри-ка, один свет прошло. А как вчера было, да? Ну, как вчера было. Получается, Минин и Пожарский, что, объединили всех? Да. И как они это сделали? Как они им сказали это? Граждане страны, на нас напали поляки. Давайте все объединимся и создадим большой полк. Вот как интересно, ты как будто бы объявление в аэропорту прочитал сейчас. Какие национальности ты вообще знаешь народы, которые живут в нашей стране? Давай. Мне кажется, башкаты, армянины. Все. Башкаты где живут? В Санкт-Петербурге. В столице башкати? Чукчи, ненцы, узбеки и армяне. Вот как бы четыре основных наших... А нет, самое основное это белорусские. А русские живут в нашей стране? Обязательно должны жить. Должны жить. Ну, куда без них. Да. Скажи мне, а кого больше в нашей стране? Больше всех сейчас евреев. Спасибо. Скажи мне, а в твоей семье много национальностей? Одна. Какая? Наша. Уточнишь, какая именно? Русича. Точно. Да. Наша. Мы русичи. Да. А кто такие малые народы? Это где очень мало народу. В нашей стране есть малые народы? Нет. У нас очень много народа. Понял. Ванечка, поздравишь всех с Днём Народного Единства? Да. Давай. Я поздравляю вас за то, что вы спасли землю. Подожди, ты сейчас к Минину и Пожарскому обращаешься? Они тебя точно не слышат. Скажи мне, а какие-то слова по-английскому? Ты знаешь уже английский? Ну... Ну как по-английски будет? Дорогие жители России, поздравляем вас с Днём Народного Единства. Давай. Хеллоу, поздравляю вас. Ну, это, в принципе, уже достаточно. Поздравляю всех с Днём Народного Единства. Всем побольше тортов и много пожеланий своим друзьям из других национальностей. И чтобы наша Москва всегда была с нами рядом. А ты скажи, Москва, не уезжай. Москва, не уезжай. Ну, рассказывай мне, что такое Первомай? Первое мая, а не Первый май. Первое мая – это День труда. Что ты будешь делать с Первого мая? Ну, обычно Первый мая – это Пасха. А в Пасху никто не трудится. В Пасхе никто не работает. Даже я в центре детском, я не работаю. А обычно ты в детском центре работаешь? Да. Что ты там стены красишь, посуду моешь? Или милостоню просишь у метро в своём детском центре? Нет, уроки. Уроки? Да. А тебя не надевает такой, не переодевает такой беззубой девочкой-цыганкой, к метро не выпускает Меделевской, чтобы ты попрошайничала там? Нет. Первое мая – это День трудолюбивых. Кто у вас в семье самый трудолюбивый? Бабушка. Что бабушка делает, чтобы заслужить такое звание? Платит нашей уборщице за то, что она свои окна на всякий случай моет. Очень трудолюбивая у тебя бабушка. Как ты её поздравишь с Днём всех трудящихся? Подарю открытку, и там будет человек с мышцами. Чтобы бабушка знала, что ей нужно заниматься спортом, чтобы она за один раз как можно больше окон могла помыть, да? Да. Первого мая? Всемирный день трудящихся. А Пасха? Пасха тоже. А могут эти два праздника вместе быть? Да. Это одно и то же. То есть трудящиеся должны красить яйца? Да. А можно ли с яйцами идти на демонстрацию? Можно. Яйца держать над головой или на уровне плеча? Нет. Не на уровне плеча, а просто держать, как обычно держат. Что делают на Пасху? Я раскрашу яйца. А бабушка моет. Бабушки в Пасху не бывает. Куда вы бабушку отвозите? К моей крестной, на Академичку. И там они сидят и смотрят в окно вдвоем? Нет. Это далеко. Они в телевизоре глаза трашат. Пока не заслезятся, да? Да. Вот веселая у них Пасха. Да. Как-то празднуйте вы Пасху? Мы красим яички, потом натощах едем яйцо и потом кулич. Но кулич уже считается не натощах. Потому что уже яйцо внутри. Да. Сколько ты можешь раскрашивать яиц? Шесть. Шесть штук? Да. Сколько ты можешь съесть яиц? Шесть штук. То есть сколько она раскрасила, столько и съела? Да. А на майских праздниках, на выходных на больших, что ты пожелаешь и посоветуешь всем делать? Спать много. Сколько часов в день? Пятнадцать. Вот так вот, чтобы лицо прямо опухло, да? Да. Вот правильно. Что ты посоветуешь делать? На Кипр полететь, куда я и лечу. А в шоры проверить? Лучше в шортах. Что бы поделать? Что бы ты всем порекомендовал? Я бы вам порекомендовала что-нибудь сделать поинтересненькому. Например, пойти на какой-то праздник. Например, на день рождения вашего сына. А то сколько можно? Ему уже 23 года, а вы ни разу не были, да? Да. Здравствуй, Лаура. Здравствуй. Как ты провела лето? Рассказывай. Ну, я была в Греции, в Америке и в Ялте. Ты прям как Черчилль. Что было в Америке? В Америке мне не понравилось. Молодец. Давай рассказывай, что там плохого? Там не убирают за собой люди. Там грязно очень. Как прошло, Костя, твое лето? Хорошо. Там, где я был, в Монако, каждый день ходили купаться. Где лучше, в России или в Монако? Ну, если по погоде, тогда в Монако. А по сути? Плохие. Миша, ну, рассказывай, как прошло лето? Хорошо. Что делал? Сидел дома и гулял, на море купался и все остальное. Ну, вот я бы хотел узнать про остальное. Все остальное тоже было? Да. Ну, хоть, как бы, говорится, в нормальных количествах? В нормальных. Смотрели ли вы Олимпиаду? Я смотрела Олимпиаду в Сочи. Неплохо. Сохранились видеозаписи в семье, да? Как прошла Олимпиада? Отлично. Я так и думал. Я знаю, что Россия заняла, по-моему, четвертое место. Кто первое место занял? Америка. Как ты думаешь, почему они заняли первое место, а мы четвертое? Может быть, они допинг использовали? Давай, петушка. Вот и все. Ну, конечно. А вы что думали? Скажи, а мы использовали допинг? Нет. Давай еще одного, петушка. Ну, чтобы американцы выиграли, они не пустили всех наших. Они подумали, что все наши выпили допинг. Они жулили, чтобы они именно выиграли. Вот это, я могу привести пример. Допустим, папа у вас выпил в вашей семье. Пришли на аттракционы, а не пускают всю семью. Это честно? Да. Что это у тебя в руках, интересно? Это подарок для тебя и твоей жены. Вот это твоя жена. Вот она обрадуется. Подожди. Это... Это камни. Вот с гитарой это я, наверное, да? А вот это моя жена. Да. И как бы таких два камня. Да. И еще? А что ж ты надпись-то не написал внизу? Мы... Я оградку не поставил. Мы на тачи отдыхали, и у нас любимое занятие было класть под поезд гвозди, и мы их расплющивали. Вот смотри. Вот 70 лет прошло, а ведь ничего не изменилось. Ты принес гвозди, которые ты клал под поезд? Да. Какое интересное занятие, какая игра. Это кто тебе? Мама предложила или папа? Папа. Папанка, молодец. Никому не говори, потому что бабушка убьет папу. Я, конечно, говорить никого не буду, но если бабушка вдруг соберется это сделать, ты знаешь, что подарить папе после этого. Так. Рассказывай, что это. Сокол. Это сокол. А вот его яйцо. Все логично. Это точно. Сокол и его яйцо. Да. Объясни, в чем логика. Сокол снёс яйцо. Он был очень старый. В Европе. И вот, у него наконец-то появился ребёнок. Когда-то. Ну, и вот, теперь он не один, а с яйцом. Это просто какая-то сказка тебе. Вот надо бы записать её про сокола и его яйцо. У меня уже есть один стишок. Читай. Семья. Ах, семья моя, любимая семья. Замечательные строчки. Можем ли мы это стихотворение применить к соколу и его яйцу? Можем. Сокол. Ах, сокол. С яйцом сидит. Ну, типа того. Рассказывай, в каком ты образе сегодня? Я сегодня в образе Аллы Пугачёвой. Когда она исполняла песню «Расскажите, птицы». Расскажите, птицы, что вас манит ввысь. Надо мною вы как дерзко вознеслись. Ника, прости, пожалуйста, а почему у тебя эта рука не работает совсем? Вот это работает, а это как-то спидпорт. Сейчас будет работать? Да. По куплету всему свету вы раздайте песню эту. Ну, рассказывай, что у тебя за образ? У меня образ Аллы Пугачёвы, которая замужем за Чулобанова. Давай, немножко расскажи про Чулобанова. Чулобанов, он не муж Пугачёвы. Спасибо. Тима, вопрос к тебе. Ты уже в 7 лет принял решение прийти сюда в образе певицы, женщины Аллы Пугачёвой. Как ты так решился? Я не в Пугачёва. Тогда у меня к тебе вопрос. А кто ты, Тима? Кузьмин. Ты Кузьмин, я... Прости, конечно. Расскажи мне, что ты знаешь про Владимира Кузьмина. Ну, то, что они с Аллой вели роман, и они не были женаты, и жили они только один год вместе. Потом Алла его отпустила... И куда она отпустила Кузьмина? В Италию. Ну-ка, спой нам что-нибудь с Владимира Кузьмина. Тимона, девушка моей мечты, Тимона, королева красоты. Скажи, как ты думаешь, то, что тебя зовут Тимофей, делает песню Тимона тебе ближе? Нет. Ну, если это девушка, а я мальчик. Сейчас кто муж у Аллы Пугачёвой? На всю жизнь им Галкин. Молодец. Что у тебя за образ? Кто ты, Слава? Не узнаю тебя пока. Я Максим Галкин. Что ты знаешь про Максима Галкина и про Аллу Пугачёву? Рассказывай. Алла Пугачёва — это женщина, которая поёт. Она Примадонна, её так все называют. Что означает Примадонна, слово ты знаешь? Ну, женщина, которая очень много поёт. Слишком много поёт. А Максим Галкин — это муж Пугачёвой. Он не Примадонна. Это любовь, которая делает тебя без денег богатым. Это любовь, которую книжку ты читал когда-то. Хорошо? Замечательно. Был бы я Аллой Борисовны Пугачёвой, я бы тоже не устоял. А что бы ты сделал, если бы не устоял? Я вот смотрю на тебя, Максим, и не узнаю тебя. Скажи мне, пожалуйста, почему у тебя растёт борода и такие чёрные волосы? Потому что я Филипп Киркоров. Филипп Киркоров. Если ты Филипп Киркоров, говори об этом уверенно. Я Филипп Киркоров. Вот ещё громче скажи. Я Филипп Киркоров, дайте мне скидку. Я Филипп Киркоров, дайте мне скидку. Слушай, мне кажется, или у тебя глаза накрашены? Да. Тебе когда-нибудь до этого красили глаза? Нет. Как ощущения? Отлично. Замечательно. Орлетина, орлетина, есть одна награда смех. Орлетина, орлетина. Дальше не помню. Можешь ещё спеть один раз перепев? Орлетина, орлетина, есть одна награда смех. Орлетина, орлетина. Орлетина, есть одна награда смех. Орлетина, орлетина. Орлетина, орлетина. Куда сейчас идешь? Ну, посмотрим. Давай, иди. Я ночами плохо сплю, Потому что я тебя люблю, Потому что я давно-давно тебя люблю. А давай знаешь, что мы придумаем? Смотри, как будто бы я Филипп Киркоров, А ты Алла Пугачева, и ты от меня уходишь. Можешь уходить и петь? Да. Давай. Препев? Ну да, и уходи с нему туда. Я ночами плохо сплю, Потому что я тебя люблю, Потому что я давно-давно тебя люблю. Что ты знаешь про Петербург? То, что там мосты разводные, И там родились великие люди. Какие великие люди родились в Петербурге? Вообще-то ты там родился. Да и достаточно. Что такое белая ночь? Это когда ночь наступила, Часы-то идут, А свет не меняется, Все белое, как утром. И что в такой ситуации делать? Как быть? Просто не ложиться спать три года. Будешь вялый, И будешь, когда идти, всегда падать. Означает ли это, что все жители Петербурга Вялые и всегда падают? Да. Я люблю в Петербурге ходить по разным улочкам. Я люблю ночью гулять. По дворам по петербургским ночью любишь гулять? Угу. Ты одна ходишь или с кем-то? Нет, я с друзьями ходила. Расскажи мне про этих друзей, которые тебе сколько лет? Ну, девять. Вот, которые с девятилетними девочками ходят по ночному Петербургу. Это кто такие? Ну, им не девять лет. Им шесть и восемь. Тогда другой разговор. Тогда как за каменной стеной? Ты москвич? Угу. Я петербуржец. Чем мы отличаемся друг от друга? Тем, что у тебя лицо намного белее, чем у меня. Знаешь почему? Потому что у меня череп белеет. Называется белая кость. Кстати, в Петербурге очень интересный язык. Расскажи об этом. У них подъезд. У них не подъезд, а у них праздничная какая-то, по-моему. Как, кстати, называют людей, которые живут в Петербурге? Питерами. Расскажи мне, а вот я тоже как бы из Петербурга, ты знаешь, я там родился. Получается, я тоже Питер? Да. Ну, Стивно, скажи, может я одеваюсь как Питер? Вот как? Что во мне такого питерского? Ну, похоже, что у вас часы такие, как из Питера. Кто такой медный ссадник? Ну, это такая статуя, только она медная. И там дядька, который ездит на лошади. А что за дядька? Ну, просто любой может сидеть, даже ты можешь сидеть на лошади и ехать, и быть из меди. Ты, Слайка, этот момент не торопи. Еще успеется меня из меди, как говорится, сделать. Что такое Аврора, знаешь? Это такой магазин. Что в нем продают? Ювелирные изделия. Матросы с Авророй, кто такие? Матросы из магазина. Которые забрали с собой все? Ну, ты понял. Всю ювелирочку, да? Да. Что ты первое хочешь посмотреть, когда приедешь в Петербург? Самое первое. Как мосты складываются. В смысле, разводятся? Да, вот так. Классно. А для чего, кстати, это делается? Для того, чтобы, например, бомжи обычно выходят ночью, да? На одной стороне они там, ну, там просто на одной стороне, и на другой у них война. Они специально разводят москви, чтобы бомжи не добрались друг к другу. А почему же в Москве ничего не разводят? Потому что там все в одном месте. Они вообще везде и... В Москве бомжи везде, как бы, да? Да. Был когда-нибудь в Петербурге? Нет. Хотел бы съездить? Нет. Спасибо тебе за честность. Хочешь ли ты передать что-нибудь жителям Петербурга от жителей Москвы? Передать привет, и чтобы у них ночи, летом, были хоть чуточку потемнее, чтобы они знали, когда спать ложились. Чтобы не были вялые. С этими красными глазищами, да? Угу. Одно слово. Питеры. Питеры, да. Так, Матвей, расскажи мне, любишь российское кино? Да, люблю. Назови мне российские фильмы, которые ты знаешь. Иван Васильевич меняет профессию, это мой самый любимый фильм. Я так и думал, так. Моё любимое кино российское, это Иван Васильевич меняет профессию, и еще какой-то. Я думаю, что как и у всей страны. Иван Васильевич меняет профессию. Вам что, всем показали сразу этот фильм? Да. Да? А нет. И вы сразу его полюбили, да? Да. Какого кино сейчас, по-твоему, не хватает в России? Ну, во-первых, российского не хватает. Не хватает. Много сейчас пошло американского кино. Ну, ты его не любишь? Нет, это было. Ну, слушай, иностранный хуже. Молодец. Очень хорошо. Может, объяснишь, чем? В иностранных фильмах очень много яркости, еще очень много спецэффектов, и еще много лишних кадров. Какие-то наши фильмы знаешь? Полосатый рейс знаю. Еще какие-нибудь знаешь? Нет. А снимали после полосатого рейса какие-то фильмы? Нет. Как ты думаешь, когда начнут уже снимать фильмы после полосатого рейса? Сегодня, я думаю. Сегодня начнут, да? Ну, давайте уж начинайте, а то уж, как говорится. Знаешь, на фильмах пишут 12+, что там такого, что тебе нельзя смотреть? Вот там ничего такого нету. Хорошо. А вот когда после 18, там что, в этих фильмах? Ничего. Ничего такого нету? Ничего нового для себя там не увидел? Я думаю, что там всякие страсти или жесты показывают плохие. Ты знаешь, какие-нибудь плохие жесты? Да. Покажи. Зачем? Это же плохие жесты. Покажи мне, какой плохой жест ты знаешь? То есть ты думаешь, что Бэтмен Супермена вот так вот делает? Да. Ваня, зачем ты показываешь? Извини, пожалуйста, извини. Какие-нибудь еще плохие жесты знаешь? Нет. Ты вот единственный жест, который ты знаешь? Ой, извини, опять тебе показываю. Извини. Ваня. Все, все, все. Ты сама вообще могла бы сниматься в фильмах? Да, я хочу стать актрисой. Хочешь стать актрисой? Тогда мы сейчас проверим, какая ты актриса. Можешь засмеяться? Да. Пожалуйста. Хорошо. Здесь у тебя уже есть конкурент Сергей Гармаш. Я сейчас буду говорить фразы, а ты повторяй их за мной. Давай. Только играй, как актер. Смотри в камеру. Готов? Давай. Русский офицер бывшим не бывает. Давай. Русский офицер бывшим не бывает. Как будто бы ты задаешь вопрос, а ты должен сказать утвердительно. Давай. Видишь, ты забыл текст. Это тоже очень важно для актиста, иметь хорошую память. Русский офицер бывшим не бывает. Хорошо. Теперь. Не виноватая я, он сам пришел. Не виноватая я, он сам пришел. Такое ощущение, что русский офицер сказал фразу про не виноватая. Вот я тебе как будто бы вручаю награду за твою актерскую деятельность. И вот сейчас ты должен посмотреть в камеру и сказать всем спасибо всему миру за то, что ты удостоился такой награды. Давай. Спасибо всему миру за то, что ты удостоился такой награды. Спасибо. Я очень рад получить этот приз. Может, другой кто-то и не знает, что с ним делать, но я обязательно найду с ним, что с ним делать. Применение ему. Например, я буду пускать, когда он зарядится лучными зайчиками, я буду пускать на стену и мои собаки будут играть. Никита Сергеевич, записывайте, что можно делать с этим. Что еще можно делать? Еще я буду как ничего использовать или присоска. Я очень благодарен всей моей съемочной группе, режиссеру, звукорежиссеру, оператору. Ну, говори слова без буквы «Р» какие-нибудь. Кому еще? И всей моей семье. Еще кому-нибудь скажешь спасибо? И всем родственникам. Ну, все, опять не получилось. Друзья, моя душа приемполнена эмоциями. Мое сердце ликует от восторга. Ты сейчас говоришь как алтоголик в очереди на сдачу посуды. Кому ты будешь говорить спасибо? Перечислий, кому ты говоришь спасибо. Всем, кто помогал мне снимать фильм. Родителям не хочешь сказать спасибо? А... Забыл про них? Нет, они просто не помогали мне в съемках фильмов. Молодец, правильно. Так и надо. Все, иди. Матвей, давай поговорим с тобой о том, что в Америке скоро будут выборы президента. Знаешь ли ты, во-первых, что такое Америка? Да. Расскажи. Это Соединенные Штаты. Угу. И там есть тоже президенты, как у нас. Сейчас президент Барак Обама мне не очень. Ну рассказывай, знаешь ли ты, что в Америке сейчас скоро будут выборы? Да, я очень волнуюсь по этому поводу. А что ты-то волнуешься, ты же гражданка России. Что ты переживаешь-то? Ну я за Барак Обаму боюсь. Так он все равно уйдет. Кстати, тебе Барак Обама вообще нравится? Ну как сказать, только я за тем, что он похож на моего крестного. Что ты знаешь про Соединенные Штаты Америки? Про такую страну? Ничего не знаю. Вот молодец. Знаешь ли ты такую страну Америка? Знаю. Что ты знаешь про нее? То, что там живет Обама. Он один там живет? Нет. С кем? Со своими подданными. Хорошо живет Обама со своими подданными? Плохо. Знаешь ли ты, кто баллотируется на пост президента США? Да. Ну кто? Я просто скажу, за кого я болею, поэтому... Давай. Хиллари Клинтон. Вот она, да? Да. Я за нее болею, потому что она женщина, ну, видно, что хорошая. И она чем-то похожа на нашу учительницу по английскому языку. Екатерина Николаевна. Не видела никогда, когда забегаешь в кабинет, а Екатерина Николаевна сидит и схему метро изучает московскую? Нет. Нет такого? Не было? Не говорила? Дети, а сейчас мы пойдем с вами на экскурсию на военный завод в Подмосковье. Нет, она просто как-то там быстро пишет, говорит. Как ты думаешь, есть у нее шансы стать президентом США? Я не знаю. Но я голосую лучше за Путинка. На всякий случай, да? Да. Ну да. А то, мало ли. Он лучше. Да понятно. Может она стать президентом Аминьки? Как ты думаешь? Нет. Давай посмеемся немножко. Давай еще чуть-чуть посмеемся. Да. Ну и каплю самую маленькую в конце. Кто вот это? Дональд Трап. Расскажи мне про Дональда, как ты говоришь, Трапа. Дональд Трап, он очень хмурый и про лохматы, я вижу по картинке. Есть шансы у Дональда Трампа? Нет, но похоже на обезину, он очень лохматый. Пухлый. Ты сейчас мне или Дональду Трампу? Дональду Трампу. А вот этот тебе никого не напоминает? Абсолютно никого. Как ты думаешь, для России, если он станет президентом Америки, будет лучше или хуже? Думаю, по-прежнему хуже. Не, у него что-то на голове непонятное. Не нравятся тебе его волосы? У него шухер. Повтори еще, что у него на голове? Шухер. Может человек с шухером на голове стать президентом США? Ну, если он по-прежнему так будет, думаю, нет. Ты бы могла быть президентом какой-нибудь страны. Да. Какой? Если подумать, то, наверное, Россия все-таки. А давай сделаем так, чтобы вообще было бы в России два президента. Чтобы было. Даже была бы Россия богатая. Чем больше президентов, тем... Богатая страна. Как это может быть? Со скольки лет можно быть президентом? Можно быть с 20. С 20 лет. Тебе сейчас сколько? Шесть. Увидимся через 14. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok